Вечай, солнце Пожалуйста, почему вы решили принять участие в мюзикле в Армении? Что ждет зрителей? Спасибо за приглашение. Не я решила, это решили меня пригласить. Спасибо огромное Антону Музыкантскому, который является нашим режиссером. И режиссер, вы знаете, что значит для артиста, тем более, когда такая крупномасштабная, задуманная история. Я благодарю и благодарна и по голосу всем своим коллегам, интернациональный коллектив, и я всем очень благодарна. Сейчас мы уже увидели, что вырисовывается очень такая масштабная история. Прежде всего я хотела бы сказать, что спасибо, что подарили мне эту роль. Это история трагическая, женщины-звезды, немого кино, которое в одночасье стало как бы ненужным звукомому кино. Но я думаю, что там эта история не о профессии, а любви к профессии, самоотчаянной, самоотверженной и самоотверженному служению своей профессии. История предательства, любви, ревности, верности, это все, можно сказать, об этом мюзикле. И я думаю, что выходит даже за рамки мюзикла настолько эта история захватывающая, трагическая, элегантная и потрясающая музыка, которая написана Эндрю Нойд Бэбером, я очень благодарна. Вот всему этому, возьмем, что это случай, это этап в моей жизни, этому этапу, что я оказалась здесь, и все у нас как-то идет нормально. Вы не первый раз выступаете в Армении. Как вы можете охарактеризовать армянского зрителя, что вы ждете на этот раз? В чем для вас особенность именно выступления в Армении? Ну, знаете, особый случай, потому что я не наступала здесь никогда в мюзикле, не в театральной постановке. Я приезжала в Гирюан с концертами. И концерт — это другое общение. На концерт приходят посмотреть на любимую артистку, певицу, услышать любимые песни, известные песни. И концерт имеет вот это свойство встречи двух людей, которые давно не видели друг друга и очень хотят пообщаться и услышать что-то очень приятное, ностальгическое и что-то очень знакомое. Сейчас совершенно другой случай привел меня к вам. И я, конечно, очень волнуюсь, потому что это будет абсолютно в другом амблуах. И спасибо, что открывают для меня целый мир там, где я другая. Там очень и мало от Тамары Грицель и много в это же время, потому что артист не может себя не видеть в этой роли. Он видит частичку себя, он не согласен, он в чем-то согласен, он не старается оправдать свою героиню, а понять. Поэтому я, конечно, жду, что наши труды не пройдут зря, что зритель увидит очень красивое и очень трогательное музыкальное признание. И это жесткая, такая очень жесткая голливудская история, но она, наверное, общечеловеческая, потому что нету ничего личного. Есть только личность в этом времени, в которой мы оказываемся. Я надеюсь, что благосклонно к нам отнесется ереванское публику. Вы выросли в интернациональной, видимо, вы сейчас выступаете в интернациональной коллективе, но на что-то я знаю, вы выросли в интернациональной коллективе. То есть вам Армения близка где-то? Конечно. Я хотела сказать, что если бы я долго бы думала, если бы это была какая-то страна, которая мне не очень понятна и не очень близка. Но вид того, что я родилась в таком интернациональном городе, как Армения, и росла в этой среде, где люди очень любили Тутуга, и им очень близки были разные люди разных национальностей. Они жили веками вместе, рядом, и поэтому такое ощущение, что немножко изменилось место моего пребывания, но Армения непонятно. И, конечно, мы очень волнуемся перед этой премьерой. Мы самодвижно стараемся что-то, все донести для зрителей. И спасибо большое, потому что здесь потрясающий коллектив, и нам каждый человек помогает, понимает и делает нашу жизнь очень вдохновленной и вдохновленной. Спасибо. Взгляд поет и не нужно слов, взгляд в закон, я иду на озор, встретят сотни тысяч глаз. Знали, что вернусь я однажды назад, и других не нужно мне наград. Пусть звучит по-новь мой взгляд. Он касается в нужном душевном состоянии. Какие армянские песни можно найти в вашем плейлисте? Я слушаю на советскую эстраду, куда и входят и грузинские, и армянские, узбекские, и латышские песни. Я думаю, что это тоже знак того, что вот это время переживет певцов. Это самое главное в музыке, чтобы вот тебя нет уже физически, а твои песни звучат. То есть я песни в прошлом слушаю, и у меня была одна встреча с Диваном Гаспаряном. И я, конечно, абсолютно отчелована, и я думаю, что это просто легендарный человек. Я очень часто слушаю его записи. Большое спасибо, что вы видели. Это очень приятно. Это пока еще репетиционная версия в комплекционной комнате. С переходом на сцену, в костюмах, в декорациях. Нам очень интересно, почему вас заинтересовала история нормы Тесненда? Ну, Sunset Boulevard — это канонический абсолютно мюзикл. Это гениальный фильм Билли Уайлдера, и одна из лучших партитур Эндерлида Уэббера. Это абсолютно классика мирового мюзикла, и большая привилегия с этим материалом просто взаимодействовать, тем более с такими артистами, с Тамарой Микаловной и Форсетелли, в главной роли. И такой постановки Sunset Boulevard нигде в мире еще не было. Это абсолютно оригинальное прочтение, новое. Поэтому, когда эти карты сложились, от такой возможности отказаться невозможно. Почему вы решили ставить мюзикл именно в Армении? Это первый раз в Армении. И планируете ли вы в дальнейшем какие-то новые проекты, новые мюзиклы именно в Армении исследовать? Покоса Рутуниан, наш генеральный продюсер, Скайки Студио, он абсолютно одержим идеей музыкального театра в Армении, шоу, представления именно мюзиклами. И он меня пригласил в Армению пообщаться, и мы думали про какие-то названия, и как-то сошлось на Санце Бульваре. И для нас такая честь быть первым бродвейским мюзиклом, который мы делаем в Армении. И то, что мы делаем этот первый шаг вместе с замечательными армянскими артистами, с такой блистательной командой. И то, что Скайфиз дал нам такую возможность и делает такой смелый первый шаг такого, как вы здесь видите, такого масштаба, это потрясающе. Как работать с армянскими артистами? Легко или сложно? Некоторые есть сложности, но в целом у них удивительная отдача, позитив. И для кого-то этот жанр менее знакомый, кто-то давно работает в музыкальных спектаклях в Армении. И они все напрыгнули на наши требования, на требования жанра, на то, что, как вы здесь увидели на репетиции, у всех какая-то своя роль, у всех сложные вокальные партии, сложные хореографические какие-то номера и связки. И, в общем-то, все превратились в синтетических артистов за это время. Так что, с удивительной отдачей, и мы репетируем тут с утра до ночи, и для нас такая честь, что даже каждый артист, каждый член ансамбля в спектакле просто удивительный герой. Элементы импровизации в этом уже устоявшемся спектакле присутствуют? Какая-то зона свободы, конечно же, есть. Мюзикл — это очень жесткий жанр по своей форме, как вы видите, да, мы работаем в том числе и по цифрам, по жестким мизанценам, по жестким музыкальным рисункам. Но, например, такому артисту, как Араму Карханяну, драматическому артисту, конечно же, должен быть какой-то воздух и какая-то зона свободы. И в этом талант и уникум хорошего мюзиклового артиста, что он, соблюдая всю форму композиторскую, хореографическую, умудряется в этом быть еще и живым героем объемным. А в вашем случае? Есть, конечно. В спектакле есть зона свободы, и то, что привносят в свое сердце и душу Тамара Михайловна Горсетелли и другие наши артисты, которые с нами работают, Артур Монакян в роли Макса и Гениал Паша в роли Джо, это все абсолютно состоявшиеся артисты, прекрасные, драматические в первую очередь. И они вдыхают в этот материал, в эти уже канонические роли, свою жизнь и свое прочтение. Насколько я понимаю, вы впервые в Армении, впервые ставите здесь что-то. Как ваши впечатления на работе? Во-первых, вот в этом ревизале репетировать сегодня ничего не видно, но обычно здесь видны горы и такого ревизионного зала с такими окнами, с такой красотой, и такой солнечный, замечательный город, и так тепло нас принимают. И большое счастье, что проблемы не воспринимаются как сложности, а как задачи воспринимаются. Потому что наша задача и задача Skyfi Studio сделать проект мирового уровня, и мы приносим какие-то сложные задачи. И даже вот просто в репетиционном зале поставить такую выгородку декораций совершенно не очевидно для местной команды было. Но все на это нападают, все в это бросаются и с удивительной отдачей работают. Поэтому Армения и профессиональная личность на очень тепло нас встретила. А с какими проблемами ли, да, столковались, и как решили? Ну, в принципе, донести, что этот жанр требует от артиста, что тут на репетициях, как вы видели, нужно выдавать уже финальный результат, и надо каждый раз работать в полную ногу, надо петь, танцевать, существовать драматически. Все это нужно делать одновременно, и мюзикл — это не зона компромиссов для артистов. Сразу в это надо нырять. И были с этим некоторые сложности, но, как вы сами видели, артисты с этим блистательно уже справляются после двух месяцев репетиции. А сколько времени вы в целом работаете на спектакль? Сколько это ушло на репетиции? Вы знаете, спектакль создается уже год. Был большой период перепродакшена. Это процесс, когда мы с художником придумываем прекрасными художниками Анастасии Пугашкиной декорации, Екатерина Гудковская костюмы. Мы придумали сет, всю эту конструкцию, вы можете увидеть эскизы, он там на окне. И придумывался, придумывался, адаптировался под артистов, был долгий период кастинга. И потом начались репетиции, потом был некий перенос спектакля. И снова здесь мы репетируем уже два месяца непосредственно на площадке. Но от задумки Покоса Рутуняна сделать этот материал до дня премьеры ровно год. Спасибо большое. И какая судьба ожидает после премьеры Армении? Будет в дальнейшем... В данный момент спектакль лицензирован только на шесть показов. Спектакль и вся постановка курируются лондонским офисом Бобера в том числе. Поэтому пока это шесть ограниченных показов. Но мы надеемся, что по результату показов будут какие-то повторы. И возможно даже международное турне. А может, какие-то новые мюзиклы еще будете ставить? Мы надеемся, что Skype Studio дальше начнет делать и другие известные бродвийские мюзиклы. И в том числе, конечно же, оригинальный материал с новой, с нуля. Может быть, с какими-то уже армянскими корнями, познав форму и суть жанра. На таком материале уже что-то сможет прорасти и из армянской почвы. Возможно, турне куда вам предполагается? Вы сказали, возможно. Это, наверное, планы продюсеров, я здесь. А сколько артистов задействовано в спектакле? В спектакле задействовано 30 артистов на сцене. То есть основные роли, ансамбль, все в ансамбле, как вы видели, играют несколько ролей. И сколько из них армяне? Ну, почти, очень многие армяне, почти, ну, то есть больше 80% точно. У нас четыре основных героя, абсолютно интернациональная команда. Вы сегодня их увидели. Тамара Михайловна Курцетейна, конечно же, из Грузии. Евгений Елпашев, Россия. Алия Агадилова, Казахстан. И Артур Малукян в роли Макса, ваш родной из Армении. И для нас огромная честь в такое время работать с интернациональной командой и собирать настолько разных людей вместе на сцене, делать одно дело, творить, созидать. Это большое счастье. И какие ожидания от армянской публики? Это самое интересное, до чего больше всего жду. Я был тут в местных театрах на спектакле. В Камерном театре, в Кукольном театре, в театре Станиславского. И публика настолько разная. Где-то публика очень внимательная, где-то, наоборот, очень такая живая, очень экспрессивная. Посмотрим спектакль с таким вызовом к публике, потому что он существует на стыке жанра. Есть и нуарные какие-то мотивы от Уайлдера, оставшиеся какие-то черные комедии. При этом есть какие-то шоу, большие яркие номера. А есть и абсолютно трагическая, сутевая, драматическая история. И мы ждем, как армянский зритель, как он с нами задышит. И, в общем-то, последний элемент спектакля, когда все будет собрано со светом, со звуком, с костюмами, это, конечно же, зритель. Это последнее звено нашего большого пазла, которое появится 6 апреля на премьере. Спасибо. Спасибо. Спасибо.